Там проводят эксперименты над людьми? Да нет, инопланетянами. Там хранится разбитый корабль пришельцев и их тела. Они управляют погодой. Зайти на базу 51 невозможно обычному человеку. По периметру её окружают предупредительные знаки, камеры видеонаблюдения и вооружённая охрана. Даже полёты над этой территорией запрещены. Базы функционируют в режиме повышенной секретности. Как следствие, как у американцев, так и у людей по всему миру слишком много вопросов. Но что такое зона 51? Это военная база, которая находится на пустынной части штата. В месте пересохшего солёного озера, недалеко возле Лас-Вегаса. Зона 51 была построена во время холодной войны между США и Россией. Как испытательная площадка для самолётов-разведчиков. Базу открыли в 1955 году. Но только в 2013 году ЦРУ официально признала её существование. И Обама рассекретил деятельность этой базы и рассказал, что она занимается непосредственно испытанием самолётов, дронов, разведчиков. Больше ничего о базе не известно. Однако уже несколько десятилетий в конспирологических кругах хоть и достаточно много мифов о зоне 51. Считается, что именно здесь ведутся исследования разумных существ планеты. Самая популярная версия гласит, что на базе находится инопланетный корабль, который когда-то потерпел крушение в США в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тела членов экипажа этого инопланетного корабля находятся именно на базе 51. В 1989 году некий доктор Лазер сообщил о том, что когда-то именно в зоне 51 занимался изучением инопланетных технологий. Он рассказал, что именно на базе 51 он видел фотографии инопланетных кораблей и людей или существ, которые перелетели с космоса. А кроме того, по его словам, на базе занимались исследованием НЛО. В 2004 году Дэн Берриш признался, что занимался изучением чужеродных вирусов на базе 51, а также видел прибор для телепатического общения. А спустя несколько лет некоторый доктор Хендрикс рассказал, что именно на базе 51 ведутся испытания климатического оружия. Стали распространяться и другие теории, а именно рассказывали о том, что на базе 51 действует некое конструкторское бюро, где инопланетяне помогают американцам конструировать летательные аппараты. Теорию заговора и конспирологические теории подогревают очевидцы, которые постоянно видят над зоной 51 какие-то летательные, необычные объекты. Другие же рассказывают о том, что были очевидцами инопланетян, которые прилетали или даже входили с ними в контакт. А что, если мы с вами попробуем разобраться, что на самом деле происходит на базе 51, но только не с помощью расследования фактов, которые есть в интернете, а с помощью карт. Да, казалось бы, что нам могут здесь сказать карты, но мне кажется, именно карты помогут нам найти скрытые. Ответы на вопросы, которые беспокоят большинство людей до сих пор. Для разбора этого вопроса я использовала колоду Торониколета Чиколи, достаточно интересную. И сегодня мы с вами попробуем разобраться в том, что же там происходит в базе 51, куда никто еще не смог пробраться. Я заранее сделала расклад на колоде Торониколеты Чиколи, чтобы достаточно детально разобраться в этом вопросе, а не в потоке действовать, потому что чем глубже разбираешься в карте, тем больше информации ты можешь из нее выудить. На первый вопрос, который я задала картам, была какая роль у зоны 51. Здесь выпала у меня карта Туз Мечей. Туз Мечей связывает деятельность зоны 51 не только с воздухом и летательными аппаратами, но также с получением новой уникальной информации, разработок, которые еще не видел свет. Кроме того, эта карта связана с военным потенциалом, с кровожадным мотивом доминирования, контролем над информацией и воздухом. Второй вопрос, который я задала картам, была какая основная сфера деятельности зоны 51. Здесь мне выпала карта Солнца. Карта Солнца нам очевидно, даже оракульно подсказывает, что зона 51 занята разработкой летательных аппаратов. Именно эта тема является главной для зоны 51. Предполагаю, что то, что находится в официальных источниках, а именно то, что они работают над тестированием и проектированием летательных объектов является действительно правдой. Но давайте посмотрим третий вопрос, а именно, что скрывает зона 51 от обычных людей. Здесь на этот вопрос у меня выпала карта Император. Здесь на карте маленький Наполеон. Очевидно, что зона 51 скрывает от других людей, что ее главным мотивом и целью является завоевание большей влиятельности в мире или, возможно, даже завоевание всего мира. Потому что мы сами с вами знаем, чтобы Напарт ставил для себя цель завоевать весь мир. Из этого мы делаем вывод, что летательные объекты, которые конструируют на зоне 51, имеют скрытую цель, а именно завоевать мир, либо завоевать большее влияние в мире в целом. То есть у них достаточно глобальные мотивы. Кроме того, эта же карта намекает на то, что зона 51 старается стать лидером в военном деле. Потому что Наполеон также у нас связан с войной, с военным потенциалом. Еще один вопрос, который я задала картам, был следующий. Работают ли в зоне 51 над инопланетными технологиями? И здесь выпала у меня звезда. Очевидно, что другой, более информативной, говорящей карты просто не могло бы выпасть. Да, работают. В зоне 51 или есть доступ к инопланетным технологиям, или они наблюдают за ними. Но так или иначе, эта тема важна для их разработок. Эта же карта намекает, что возможно они работают над разработкой и тестированием новых технологий, которые связаны не только с Землей, но и с космосом. Но задавая этот вопрос, я в первую очередь хотела понять, есть ли у них возможность конструировать летательные аппараты на базе инопланетных технологий. И звезда нам четко и ясно ответила, что да. Еще один вопрос, который я задала картам, звучал следующим образом. Установлен ли контакт у зоны 51 с инопланетянами? Здесь у меня выпала карта императрица. Посмотрев на карту, я сделала очевидный вывод, что похоже они действительно наблюдают или занимаются изучением инопланетных технологий, или занимаются изучением инопланетян. На зоне 51 изучают их возможности и, возможно, их летательные объекты, либо наблюдают за ними. Но насколько это тесный контакт, говорить точно не приходится. Однако, возможно, другие вопросы помогут пролить нам свет на этот вопрос. И давайте ответим на вопрос следующего характера. Занимаются ли на зоне 51 экспериментами над инопланетянами? Потому что такая версия тоже ходит в конспирологических кругах. И здесь у меня выпала карта повешены, которая для меня, очевидно, говорит, что нет, не занимаются экспериментами над инопланетянами в зоне 51. Предполагаю, что акцент в зоне 51 именно на летательных аппаратах и летательных возможностях других цивилизаций. Еще одна версия, которая ходит в конспирологических кругах, это что на самой базе действует конструкторское бюро, где сами инопланетяне помогают землянам конструировать летательные объекты. Я задала вопрос, действительно ли помогают инопланетяне в конструировании летательных объектов в зоне 51. Здесь у меня выпал Паш Кубков, который говорит, что нет. Очевидно, они не помогают напрямую в зоне 51. Опираясь на карты, которые у нас были выше, мы можем сделать вывод, что скорее всего в зоне 51 наблюдают, либо как-то изучают иноземные цивилизации, их летательные объекты, но не напрямую. То есть, грубо говоря, неземные цивилизации не приходят в зону 51, чтобы поделиться какой-то информацией или какими-то своими разработками, а скорее они черпают информацию через наблюдение, через поиск информации дополнительной. То есть, возможно, у них есть какой-то доступ к источникам, к слежке за инопланетными технологиями или летательными их объектами. Но вот реальной помощи от инопланетных цивилизаций в зоне 51 нет. Что хорошего делает зона 51 для жителей Америки? Еще один вопрос, который я решила задать картам. Здесь у меня выпала шестерка мечей. Эта карта нам намекает, что главная задача зоны 51 это спасти жителей Америки от потенциальной угрозы. Мы на карте видим потоп, в котором тонут игрушки, а также кролика, который перевозит маленькую девочку через реку. И при этом сама лодка больше похожа на маленький гробик. Это может намекать на то, что база 51 дарит смертельное спокойствие жителям Америки. И безопасность в случае чего-то непоправимого. Того, что может уничтожить нацию, либо сделать ее более слабой. По сути, зона 51 это спасательная лодка жителей Америки. Кроме того, системно можно говорить о побеге и сложных ситуаций. мы помним, что до шестерки мечей у нас идет пятерка мечей, которая намекает на идеологический конфликт, который, кстати, был в России и в Америке. Из-за этого и началась холодная война. И здесь на шестерке мечей побег и сложная ситуация. Неважно, выиграл ты или победил эту войну, но у тебя есть возможность избежать чего-то, убежать от чего-то, спастись от чего-то. То есть главная позитивная подоплека зоны 51 это то, что она как бы запасной ход, возможность во время идеологического конфликта либо каких-то военных действий иметь возможность спастись, иметь этот запасной ход, иметь какое-то оружие, которое поможет выйти из сложной ситуации. То есть шестерка мечей это способность избежать, избежать военных действий, избежать поражения в целом на пятерке мечей. Но давайте добавим немножечко, капельку дегтя в эту ложку меда и посмотрим, а что же плохого делает зона 51 для жителей Америки. Здесь у нас шестерка Пентакли. Шестерка Пентакли на этой карте Тороника Лето Чиколи показывает нам умение манипулировать сознанием. Здесь об охране своих владений, о доминировании, о подчинении сознания. Кроме того, на этой карте я вижу маскировку, искрытие истинных намерений и себя. То есть истинные намерения базы 51 не раскрываются, а при этом люди как мыши, то есть жители Америки, используются как ресурс. Еще один вопрос, который я решила задать, о чем никогда не расскажут, чем занимаются на базе 51. И здесь выпали достаточно интересные карты, потому что три карты двора. Королева Жезлов, Принцесса Жезлов и Рыцарь Жезлов. Ну, в общем, по сути, все карты, которые связаны, во-первых, с огнем, а это с оружием. Давайте я вам покажу эти карты. Королева Жезлов. То есть все Жезлы. То есть очевидно, что они никогда не расскажут миру о своих летательных разработках, то есть разработках, которые связаны с летательными объектами. Кроме того, скорее всего, они никогда не расскажут именно о какой-то оружейной активности либо разработке оружия, какого бы то ни было, потому что Жезлы – это огонь, это и оружие в том числе. На это же намекают и карты чисто оракульно. Все разработки будут таиться в строжайшей секретности и никогда не выйдут из стен зоны 51. Можно рассказывать о чем угодно, о том, что там хранятся и инопланетяне, о том, что они разрабатывают летательные объекты, оружие, все что угодно, но никакая информация не должна просочиться об истинных разработках этой базы и испытательных полетах. По первым двум картам, особенно по Королеве Жезлов, где дракон своим огнем наносит урон человеку, который закрывается, я делаю еще дополнительный вывод, что скорее всего в зоне 51 никогда не расскажут в том числе о том, что они наносили какой-то урон другим людям. Возможно, в чисто защищающихся целях. Еще на что следует обратить внимание, это то, что на всех Жезловых этих притворных картах достаточно необычные летательные объекты. Это опять же говорит о том, что зона 51 занимается инновационными летательными объектами, их какой-то разработкой и тестированием. И для людей они кажутся часто инопланетными. Еще один вопрос, который я решила задать картам, а есть ли мертвые инопланетяне на зоне 51? Так как рассказывают конспирологи еще об одной версии, что у нас в базе 51 хранится разбитый корабль и мертвые инопланетяне, которых изучают. Даже фильм когда-то был, где препарировали инопланетяна, хотя бы впоследствии это оказалось фейком. Но давайте же посмотрим, есть ли мертвые инопланетяне на базе 51. И здесь у нас пятерка Жезлов. Очевидно, что на базе 51 нет никаких мертвых инопланетян. Это очевидно. Еще один вопрос, который я решила задать картам, это есть ли на зоне 51 разбитый корабль. Возможно, они не хранят именно мертвых инопланетян, но разбитый корабль же должен быть. Здесь у меня выпала десятка Пентаклей, которая также говорит о том, что скорее всего нет. Там нет какого-либо летательного объекта, разбитого ранее в Америке. Еще одна интересная версия, которая также ходит в конспирологических кругах, это то, что в зоне 51 занимаются разработкой климатического оружия. Этот вопрос я тоже задала картам. Действительно ли занимаются разработкой климатического оружия в зоне 51? И здесь у меня выпала десятка жезлов, которая говорит о том, что скорее нет, чем да. То есть, они не занимаются вопросами разработки климатического оружия. Ну и последний вопрос, который я решила задать картам Таро, это занимаются ли в зоне 51 разработкой каких-то чужеродных вирусов, потому что либо просто работают ли в зоне 51 с чужеродными вирусами, потому что эта версия тоже ходит в конспирологических кругах. И опять же, человек ранее, мы с вами о нем упоминали, также рассказывал об этом. Этот вопрос я задала картам, и здесь у меня выпала карта достаточно неочевидная на первый взгляд, то есть сразу и не поймешь, но ориентируясь только оракульно, вот здесь возможно какие-то чужеродные и наземные энергии изучаются, которые связаны со смертью, уничтожением, огнем, возможно атомным оружием, то есть эта карта вот чисто оракульно является указателем на то, что вот именно с чужеродными вирусами не все так просто, не все так чисто, то есть скорее есть какой-то мотив занятия какими-то энергиями связанными с вирусологией или с вирусами. Вот такой у нас разбор базы 51 вышел, который надеюсь помог вам пролить свет на некоторые конспирологические теории и мы можем сделать откровенно точный вывод, что на базе 51 нет никаких инопланетян, на базе 51 нет никаких летательных инопланетных кораблей, которые там хранятся, нет, этого нет. Кроме того, мы можем сделать точно вывод, что на базе 51 инопланетяне не конструируют вместе с людьми летательные объекты и нет там никакого климатического оружия либо разработки оружия, которое будет управлять погодой. Основная деятельность, как мы ранее с вами и знали, как это и указано в официальных источниках базы 51, это разработка и тестирование военных технологий летательных в первую очередь, но они действительно так или иначе связаны с инопланетными технологиями, изучают их, возможно, косвенно, через наблюдение какое-то, возможно, у них есть какая-то информация, которая поступает к ним из других баз, но конкретно на базе 51 какой-то прямого контакта с инопланетянами не наблюдается. Ну и главной темой работы базы 51 является что-то новое, создание чего-то нового, инновационного. Не забываем и опять же обращаемся к императору и Наполеону, чтобы иметь власть в своих руках над миром. Но очевидно, что каждая, ну или почти не каждая страна, но некоторые страны действительно к этому сильно стремятся. Ну а и на этом все. Надеюсь, этот разбор был для вас интересен. Для меня лично в этом видео и во время расклада, которые я разбирала, было очень много интересной информации. А для вас напишите об этом в комментарии. Если вам не сложно, возможно, у вас есть какие-то идеи или какие-то темы, которые бы вы хотели, загадочные, которые бы вы хотели разобрать с помощью Таро, пишите их в комментарии. А кроме того, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, где будет очень много интересного для вас, в том числе информации, которая связана с тайными, скрытыми знаниями этой планеты. До новых встреч! До новых встреч!